Фанаты волейбола, всем привет! Оказывается я тоже не робот и не успел подготовить для вас обзор 26 тура мужской пари Суперлиги. Но тем лучше для этого видео, ведь сегодня мы поговорим сразу о двух турах 26 и 27. Узнаем сколько блоков поставил Павел Тетюхин и сохранил ли Урал шансы на плей-офф. Все прямые трансляции и записи матчей вы можете смотреть на официальном сайте Всероссийской Федерации Волейбола, ссылка в описании. Уже по традиции попрошу вас подписаться на канал, совсем немного нам не хватает до 10 тысяч подписчиков, поставить лайк этому видео и в телеграм на конкурс прогнозов заглянуть, постараюсь к плей-офф подготовить для вас более внушительный приз. Наливайте чаек или кофеек, берите вкусняшки, приятного аппетита и приятного просмотра. Начнем сегодня с сибирского дерби, которое проходило в рамках 26 тура. Новосибирский локомотив принимал кемеровский Кузбасс. В первом сайте Кузбасс не давал сопернику оторваться далеко в счете. Пока кемеровчане только прицеливались, хозяева были прыткими в атаке и более стабильны на подачах. После эйса Мартина Атанасова на табло 18-15, но Кузбасс преуспел на блоке. В руки кемеровчан попались Денис Корягин и Мартин Атанасов. В ответ локомотив прикрыл атаку Душина Петковича, а капитан новосибирцев Ильяс Куркаев зафиналил первую партию эйсом 25-22. Во втором сайте Кузбасс вырвался вперед, а Марк Курбанов не справился с кемеровскими блокирующими, а Славе Кастадинов оформил 2 эйса подряд. Но затем были упущены 3 мяча к ряду, а после кемеровчане и вовсе бросились в погоню с минус 3. Вышедший на площадку Александр Маркин добавил в атаке. Сначала скинул мяч через блок, а позже еще 2 раза отметился в атаке с 4-й зоны. Денис Черейский остановил Лью Казаченкова и забил в центре сетки. Но концовка вновь не за Кузбассом. Сначала волейболисты ошиблись при вводе мяча в игру, а дальше не справились с великолепной подачей Дмитрия Лызика 25-23. Третья партия могла завершиться в пользу кемеровчан. На подачах Романа Пакшина гости сделали рывок. После доигровщик подключился на пайпе, а Денис Черейский протолкнул мяч между блокирующими. Пока локомотив подсел в 4-й зоне, кемеровчане добирали очки и держали блок. Но и здесь не получилось сохранить свое преимущество. Обе команды сменили игроков на площадке. На помощь Лока вышел Денис Корягин, а Спаруха Спарухов добыл несколько мячей для Кузбасса. Но Илья Скуркаев блоком завершил борьбу на балансе и матч 30-28. Самыми результативными игроками матча стали аж 4 игрока по 2 из каждой команды. По 11 очков набрали Дмитрий Лызик, Илья Казаченков, Тушан Петкович и Роман Пакшин. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала по традиции на ваших экранах. Вообще 26-й тур получился невероятно сухим и хозяйским. Домашние команды одержали верх во всех 8 матчах. Все игры за исключением одной закончились со счетом 3-0. Триллер устроили только нефтяник самотлором. Ну а так отмечаем 7 блоков Павла Тетюхина в матче против Факела, 3 из которых одиночных, и двигаемся к 27-му туру мужской пари Суперлиги. Так как обзор объединенный, мы с вами поговорим только о самых топовых противостояниях, а их поверьте мне, на удивление получилось достаточно. Начнем снова с матча Кемеровского Кузбасса, который на этот раз в домашних стенах принимал питерский зенит. На своих ошибках Кузбасс отдал стартовое преимущество сопернику. А дальше был вынужден нагонять упущенное. Аспаруха Спарухов скинул мяч через тройной блок. Славик Астадинов в одиночку закрыл Евгения Севажелеза и воспользовался переходящим мячом. А Алексей Лобызенко прикрыл Максима Космина. Роман Пакшин забил по линии, но после попался под руки Владислава Бабкевича. Ошиблись кемеровчане и при вводе мяча в игру на сетполе соперника. 21-25. Две подачи на вылет Славик Астадинову вывели Кузбасс вперед на старте второго игрового отрезка. После связующий обхитрил соперника скидкой, а Владислав Бабкевич наткнулся на блок кемеровчан. Не справился с блоком Кузбасса и Тимофей Тихонов. Понервничать пришлось в концовке. Дважды Аспаруха Спарухова прикрыли Максим Космин и Иван Яковлев. Но болгарский доигровщик ответил подачей на вылет, а Роман Пакшин атакой завершил сет. 25-23. Также уверенно Кузбасс начал третью партию. Но из-за своих ошибок в приеме оставил Зениту шанс. А после эйса Владислава Бабкевича гости сравнялись. Ну и хозяева успели помучить подопечных Серджио Бузата на подаче и вернуть фору. По эйсу подали Славик Астадинов и Роман Пакшин. При счете 25-20 Кузбасс завершил сет. Четвертая партия прошла на равных и получилась самой упорной. Волейболисты Кузбасса перестали пробивать блок Зенита. В руках блокирующих дважды оказался Роман Пакшин, не прошел и Душан Петкович. Эйс Пакшина помог сравнять счет. Но задержаться на подаче он не смог. Владислав Бабкевич легко прошелся по тройному блоку. Не просто пришлось кемеровчанам и на подаче Максима Космина. А в концовке Кузбасс отыграл один сетбол, но снова не получилось подать. 23-25. На дайбрейке кемеровчане никак не могли сняться с подач Максима Космина. Но как только Кузбасс освободился с этой расстановки, то перестал подавать сам. А с другой стороны усиленно вбивал мячи в площадку соперника Владислав Бабкевич. Федор Воронков подал на вылет. И при счете 9-15 Зенит добыл победу в пяти сетах. Кто стал самым результативным игроком матча, я уверен вы сами знаете. Питерский белорус в этот раз набрал 29 очков. Протокол матча и мой прогноз из телеграм-канала на экранах ваших устройств. Отправляемся в новый Уренгой, где факел встречался с Динамо из Ленинградской области. Соперники выдали равное начало, долгое время только обмениваясь съемами. А вот брейковых очков добывать не получалось. Но Энс забил после защиты Динейкина, а Бирюкова отловили блоком. И при счете 11-14 наставник Динамо Элоп был вынужден взять тайм-аут. После перерыва динамовцы сумели сократить отставание. Но Эйс в исполнении Энса отправил факел в концовку с уверенным перевесом. Диагональный хозяев был надежен и в атаке. А вышедшего вместо Бирюкова Дениса Шенкеля при полярнике тут же закрыли блоком. И своего в этом сете игроки факела уже не упустили. 25-16. У Динамо Элоп на площадке остался Денис Шенкель, заменив в составе Тодора Скримова. Атаки Бирюкова помогли Динамо Элоп лидерам завершить стартовый отрезок. У ямальцев сбоила атака, но зато продолжали работать защита и блок. Андреев спас мяч из защитов, а Мельников поддержал этот героический сейв блоком на Шенкеле. И вот уже от преимущества гостей осталось одно очко. Невероятная игра в защите продолжилась с обеих сторон, но завершать затяжные розыгрыши чаще получалось у факела. И к концовке ямальцы подошли с преимуществом. Однако пара невынужденных ошибок свела все усилия приполярников к нулю, а две подачи на вылет в исполнении Каюмова решили исход второй партии 25-19. На подачах Мельникова и усилиями Динейкина в атаке факел сумел оформить отрыв на старте третьего сета. У гостей продолжилась смена доигровщиков, теперь уже вместо Иовича вышел Скримов. Но к экватору партию ямальцы сумели удержать преимущество, как впрочем и к концовке. Появившегося на площадке диагонального Назара Литвиненко на ворунгойце вскоре закрыли блоком, и он снова уступил место в игре Денису Шенкелю. Первый темп Ковальчука вывел факел на сетболы, а красивую точку в сете поставил Морозов подачей на вылет 25-20. Словно в продолжение предыдущего сета Капранов эйсом открыл счет в четвертой партии, и дальше ямальцы продолжили набирать очки. Так что уже при счете 2-7 Александр Климкин созвал подопечных на разговор. В динамо и лопа совать вышел молодой Никита Борчиков, но кардинально изменить рисунок игры получилось не сразу. Дикарев остановил блоком атаку Бирюкова, а Энс завершил долгий розыгрыш в свою пользу. На подачах Каюмова факел снова испытал сложности с приемом и атакой, и гости подтянулись в счете. А ошибка Энса оставила от преимущества хозяев всего 1 очко. До самой концовки игра шла на балансе, но Шенкель дважды был точен в атаке, и сосновоборцы перевели игру на тайбрейк 27-25. Снова на площадке нас ожидала равная борьба, но атака Ковальчука отправила факел на смену сторон с минимальным преимуществом. А ошибка в атаке Литвиненко упрочила лидерство хозяев. Динейкин подал на вылет и заставил Александра Климкина при счете 10-13 взять тайм-аут. Но спасти эту партию и весь матч не получилось. 15-12 и 3-2. Факел забирает очень важную победу после достаточно серьезной оплеухи от Белгорода в прошлом туре. Самым результативным игроком этого матча стал доигровщик факела Станислав Динейкин, набравший 24 очка. Ну а завершим сегодняшний обзор мы матчем в Уфе, где Урал принимал новосибирский локомотив. Команды на старте обмениваются результативными атаками. Постепенно уфимцы зарабатывают преимущество. Далее игра выравнивается, а затем гости выходят вперед. Но две ошибки Амара Курбанова вновь сравнивают счет. В концовке уфимцы зарабатывают 4 очка подряд после плотной подачи Андрея Ушкова. Дважды переходящий мяч забивает Александр Гусалюк, плюс пай под Ковачевича и ошибка Курбанова. Своё преимущество Урал доводит до победы в сете. Решающее очко набирает Евгений Рыбаков. Два эйса Дмитрия Лызика увеличивают преимущество локомотива на старте второй партии. Но как и в предыдущей, постепенная игра выравнивается. По ходу встречи вместо Мартина Танасова, Илья Сокуркаева и Ильи Казаченкова на площадке появились Сергей Савин, Василий Молотков и Юрий Бражнюк. У уфимского клуба вместо Евгения Рыбакова появился Роман Потолюк. Отлично вышел Юрий Бражнюк, который сначала забил первым темпом, а затем оформил эйс. В концовке здорово работает блок локомотива. Два ставит Лызик и один Бражнюк. Ошибка Гуцелека на подаче позволяет гостям забрать партию себе. 23-25. Третий сет начинается с обилия ошибок команд, а две атаки Потолюка выводят Урал вперед. У новосибирцев разладилась игра на подаче и в атаке, и преимущество хозяев площадки продолжало увеличиваться. В концовке сета шикарная игра Гуцелека увеличивает преимущество уфимцев до 6 очков. Александр ставит два блока и забивает в атаке. Точку же в партии ставит Потолюк. 25-21. На старте четвертого сета Сергей Савин забивает в атаке и Бражнюк ставит результативный блок. Игра на блоке Ковачевича и Гуцелека сравнивает счет. Череда ошибок игроков уфимского клуба позволяет гостям вырваться вперед. Локомотив играет чище в концовке и забирает партию себе. 21-25. Переводя встречу на тайбрейк. В пятом сете подопечный Пламена Константинова повели в счете благодаря атакам Лызика и Савина. Удачная игра Андрея Ушкова, который делает скидку и ставит блок, сравнивает счет. К смене сторон Локомотив подошел с преимуществом в 2 очка. Эйс Гуцелюка заставляет гостей взять тайм-аут, а блок Артема Мельникова сравнивает счет. Вдохновенная игра Романа Потолюка позволяет Уралу выйти вперед, а ошибка Казаченкова на подаче приносит хозяевам площадки победу в матче. 15-13 и 3-2. Сенсационная победа уфимской команды. Ну а самым результативным игроком этого матча стал центральный блокирующий Локомотива Дмитрий Лызик. На его счету 19 очков, 5 из которых эйсы. Остальная статистика и мой прогноз из телеграм-канала на ваших экранах. Также на ваших экранах оставшиеся результаты 27-го тура мужской пари Суперлиги. Белогорья уверенно справилась в гостях с АСК и продлила свою победную серию. Триллер в Оренбурге между Нефтяником и Новой закончился победой гостей. Шахтер на удивление легко в гостях обыграл Югру Самотлор. Московская Динамо не без труда в гостях одолела Красноярский Енисей, а Казанский Зенит уверенно разобрался с Газпром Югрой. Вот такими захватывающими получились последние два тура мужской пари Суперлиги. Как вам такой формат обзора? По-моему получилось более насыщенно. Ваше мнение жду в комментариях. Турнирная таблица и расписание 28-го тура на ваших экранах. Огромное спасибо за просмотр и вашу поддержку. Обязательно подпишитесь на канал, прожмите кнопку лайка под этим видео, а в описании ссылка на телеграм, куда нужно зайти, подписаться и ждать очередного конкурса прогнозов, который кстати уже опубликован. Еще раз спасибо за то, что смотрите мои видео. Ну а с вами был фанат волейбола, до скорой встречи! Субтитры сделал DimaTorzok